Добрый вечер! Это программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня мы будем подводить политические итоги уходящего года. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, политолог Юлия Беденко. Здравствуйте, Юлия! Добрый вечер! С наступающим! С наступающим вас также. Последний эфир. Принято выстраивать определенные по ранжиру события. Очень сложно, вернее так, очень просто быть политологом и выстраивать такой ранжир, когда речь идет о годе, в котором есть выборы. В этом году, к счастью, обошлось без внеочередных. Если говорить о выборах, они были местного масштаба. Тем не менее, если говорить о тройке наиболее значимых, на ваш взгляд, событиях, которые повлияли на политическую жизнь страны, определили этот год. Да, я бы хотела напомнить, что мы начинали год очень непросто. И как раз здесь с вами, в вашей студии, практически чуть менее года назад обсуждали дееспособность коалиции. И она таки распалась. И вопрос стоял, будут ли перевыборы в Верховную Раду. Этого удалось избежать. И я напомню, что в 2016 году начало работать правительство Гройсмана, которого некоторые эксперты даже называют политиком года. Хотя, безусловно, достижения нового правительства, они весьма противоречивы. Однако мы видим, что была принята смена политического руководства, перетрубации Верховной Раде. Сейчас коалиция весьма неустойчива. Однако правительство работает достаточно нормально. И как раз это и есть стабилизация, такая политическая система. Это и есть основная черта 2016 года. Многие, правда, и аналитики, и граждане считают, что эта стабилизация является не очень позитивной, потому что реформы пока что затормозились. Да, но с другой стороны, если взять те рейтинги, эти исследования, которые есть у нас на конец этого года, если бы выборы состоялись сейчас, скажем, в ближайшее воскресенье, упаси Господь, конечно, на праздники, но, тем не менее, во-первых, расклад сил в самой Верховной Раде вряд ли бы серьезно поменялся, потому что там ушел бы, пожалуй, только народный фронт. Во-вторых, там, в принципе, все практически партии утратили свои позиции, и наверняка речь шла бы о весьма серьезном торге по поводу создания новой коалиции. Это была бы не то, что нестабильность, а вообще, в принципе, наверное, о какой-то части реформ вообще, наверное, пришлось бы прекратить разговор. Безусловно, к сожалению, 2016 год показал нам, что украинская политическая элита, она не способна консолидироваться во имя реформы, во имя движения. И, кстати, еще одно важное событие 2016 года стало очень ярким маркером для этого. Это введение, заработали электронные декларации, и общество, особенно активная его часть, журналистская группа, просто содрогнулись от того, что имеют наши депутаты и чиновники высшего уровня. Это был определенный шок для общества. И посмотрим, стал ли он долгоиграющим эффектом, который будет обуславливать следующий политический выбор. Пока что мы можем говорить о том, что это сильно повлияло на падение рейтинга доверия. Действительно, рейтинг доверия сейчас у каждой из политических сил не может равняться даже четверти общества. То есть люди практически перестали доверять политикам, хотя я напомню, после избрания Верховной Рады рейтинг доверия у нее был самый высокий со времен независимости Украины, около 30%. Сейчас он снова опустился ниже 10%. Это благодаря тому, что те же методы и те же проблемы остаются в принципе в итоге Верховной Раде? Я думаю, 16-й показал нам, что неустойчива коалиция, что люди не способны ставить свои интересы ниже, чем интересы общества и страны. И кроме того, действительно, электронная декларация, то есть вот этот такой эсгибиционизм этого богатства, кича, он стал большим испытанием для общественного мнения. И, к сожалению, сейчас все меньше людей говорят о том, что они способны потерпеть еще немного ухудшение, собственно, экономического состояния ради реформ, ради будущего, ради неких туманных таких общих целей. Вот это тоже очень интересный момент и момент, который, возможно, действительно переломный. И то, что произошло необычного и нового в уже уходящем 2016 году. Вот два года фактически политический процесс шел по инерции от Майдана. Это во многом очень такой идеалистический процесс. Это такая светлая Европа, такой вот образ, который мы сами себе где-то во многом придумали. Это какие-то новые ценности для украинского общества и так далее. А сейчас получается, что избиратели то ли становятся более прагматичными, то ли начинают обращать вещи, в частности, на те же электронные декларации. То есть где-то входят в привычный или даже забытый уже контекст противостояния, там, не знаю, капитализм-социализм. Какие-то социалистические нотки появляются в этом всем. К сожалению, социалистические нотки появляются и в достаточно популистской политике, инициированы и кабинеты министра, и поддержанные Верховной Радой. Я имею в виду и поднятие минимальной зарплаты, которая не обязательно прямо отразится на благосостоянии среднестатистического украинца, но затронет только определенные категории населения. Я, например, как человек, работающий в высшей школе, к сожалению, на себе этого не испытаю. Я думаю, что очень многие тоже, но по малому и среднему бизнесу это может быть существенный удар. И я более чем уверена, что в международных рейтингах, в частности, там и рейтинги Freedom House, который измеряет и экономическую свободу, этот шаг, он может достаточно существенно сказаться на понижении уровня экономических свобод в Украине. Тем более, что говорят о новых инициативах, в частности, штрафах или повышения налогов для физических лиц предпринимателей. Поэтому очень многие люди, связанные с мелким бизнесом, они сейчас замерли в ожидании и в конце года национализация, например, Приватбанка для многих стала точкой бифуркации, на которую непонятно было, как реагировать. Поэтому я думаю, что экономические итоги года, к сожалению, не так позитивные, они во многом обусловили и политическую часть. Кроме того, можно сказать, вот вы говорили о том, что идеалистическая Европа сменяется, возможно, прагматизмом. Как по мне, украинский избиратель пока что не определен. Он будет определен к выборам, кто эти люди, потому что люди перестали принимать участие так активно в политических процессах, как вы уже упомянули, год был без выборов, но явка падает. И выборы в объединенные громады, которые прошли недавно, они тоже это показывают. Люди начинают терять интерес к официальной политике. Но что позитивного, как по мне, растет такая низовая активность. Вот гражданское общество Украины, оно свой потенциал сохраняет. И индексы гражданского общества, которые измеряются в рамках USAID для всей Восточной Европы, они, к счастью, не падают. Поэтому, действительно, можно говорить, особенно в Харькове, как в волонтерской столице, о неком синдроме выгорания, но очень многие инициативы, которые возникли в 2014 году, в 2015, они, наоборот, окрепли и институциализировались. Они теперь действуют в качестве постоянных общественных организаций. Кроме того, некоторые считают, что это негативный момент, но растет число зарегистрированных политических партий. Возможно, когда-нибудь их альянсы или они в одиночку, наполненные молодыми свежими кадрами, смогут составить конкуренцию тем, кто сейчас в Верховной Раде. А вот хорошо или плохо, что, скажем, официальная политика в привычном нам понимании с классическим набором игроков, она вызывает все меньше интереса, все меньшее доверие, появляются какие-то новые политические силы, и зарегистрированные, и не зарегистрированные, совершенно свежие. Не рискуем ли мы повторить, скажем, европейский и американский сценарий, когда выстреливают совершенно на смену привычным всем элитам, приходят такие люди, от которых волосы дыбом у всех, и никто не знает, как в дальнейшем будет выглядеть политика эта. Да, я тоже об этом думала. На самом деле, Украина движется в абсолютно западной тенденции. И да, она сейчас такова, что происходит разочарование общества в таких устоявшихся официальных институтах. В Европе, во многом в Америке это связано с вопросами безопасности, в Украине это также связано с вопросами безопасности, но еще и недостатком реформ, слабой обратной связью, на которой надеялась постмайданный активный сегмент. Но мы в западном тренде, да, сейчас эпоха новых популистов. Однако у Украины, как мне кажется, все-таки есть небольшая прививка, которая может сработать в следующем электоральном цикле. Мы 25 лет живем в популистской политике, поэтому некоторые лозунги, которые смогли выстрелить на выборах в США или на предстоящих выборах в Европе, они могут уже не сработать в Украине. Я думаю, что националистические лозунги, к которым сейчас возвращается Европа, или лозунги светлого прошлого, такого вот мирного, хорошего, с сильным государством, вот у Трампа лозунг, сделаем Америку великой снова, для Украины может не сработать. Сегодня мы подводим итоги года, и 2016 год же был годом декоммунизации. И часть общества распрощалась уже с мечтой о возвращении в советское прошлое, в силу того, что происходит у нас, это сугубо наша специфика, не европейская. И возможно, то, что происходит у нас, станет прививкой от популизма, такого права радикального. Я и не думал, что у нас, собственно, есть шансы к совсем уж право радикальному, к счастью, такого рода движения пока что, в принципе, не набирают там больше одного-двух-трех процентов, хотя, опять же, все может быть. В большей мере, скажем, это социальные популисты, да, это, ну, не знаю, вот я не хочу называть, не делать ни рекламу, ни антирекламу, но одна, весьма известная в последнее время политик, которая создала свое, собственно, политическое движение, скажем, говорит о том, что вот весь народ будет управлять недрами, поскольку недра являют, ну, это абсолютно понятно, что это чушь, то есть, но это очень красивый, заманчивый лозунг. Это совсем не похоже ведь на Европу. А что до прошлого, почему мы говорим только о советском прошлом, ведь есть какой-то тренд, который пытаются сформировать сейчас, давайте вернемся в прошлое до 13-го года, до 14-го года. Мало носителей этого золотого мифа, они были, очень многие из них физически уничтожены в советский период, поэтому я думаю, что здравомыслящие люди понимают, что так далеко вернуться невозможно. Нет, это 2013-й, не 1900, конечно же, 2013-й, стабильность, да, дружба с Россией, развитие экономики, опять же, в таможенный союз или еще куда-то, вот в ту сторону, ведь это тренд сильный. Эти настроения, безусловно, есть, но я думаю, что при появлении достаточно сильных левых партий, которые сейчас освободили эту нишу, нету левых партий, социал-демократических партий нету, они бы могли как раз собрать таких людей, но для Украины действительно сейчас очень остро стоит вопрос выживания, индивидуального выживания, и, конечно, тезисы капитализма, они менее близки людям, нежели социал-демократия Европы. Поэтому мне кажется, что единственные показатели, которые растут в Украине в отношении доверия, это показатели уверенности в европейском курсе. Катастрофически упало число тех, которые выступали за таможенный союз. Я думаю, что часть людей поменяла свое мнение, но огромная часть просто их не высказывает. Поэтому социология отображает несколько в кривом зеркале безусловный рост проевропейских настроений и при этом падение пророссийских настроений. А вот тут мы успеваем за Европой или нет? Потому что в Европе это рост проевропейских настроений не то, что прекратился, а даже скорее наоборот, я имею в виду проевропейских, это объединенная Европа, конечно же. Там идет наоборот откат, идет к каким-то ценностям, если не националистическим, то по крайней мере таким изоляционистским. То есть Франция для французов и так далее. Действительно, 2016 год он был важен скорее не внутренне украинскими событиями, сколько и раскладами внешней политики. Для очень многих украинцев, в том числе, я уверена, представителей нашей элиты, стала шоком победа Дональда Трампа на выборах в Америке. Мир потряс Брексит, референдум за выход Великобритании из Европейского Союза. Достаточно негативным событием стало голосование граждан Нидерландов на референдуме по поводу ратификации ассоциации с Украиной. Действительно, Европа переживает определенный кризис, но как очень четко дал понять посол ЕС в Украине господин Хьюгмен Гарелли во время своего визита в Харьков. Кстати, это был его первый визит в регионы, и он произошел именно в наш регион. Европа переживала различные кризисы, но это очень устойчивая система, которая может пополняться за счет новых членов и действительно, которая не перестает развиваться. Потому что там очень много сфер, которые оставляют точки роста. А я вот в свое время беседуя с мэром Гданьско-Адамовичем, он сказал замечательную фразу, что через 10 лет обязательно Украина будет в Европе. Если, конечно, Европа будет еще в таком виде, в котором она есть сейчас, поэтому все нормально, все хорошо. Так вот, да, неизвестно, собственно говоря, в какую сторону, то есть в какую сторону, понятно, но неизвестна конечная цель. Как одна из промежуточных целей, которая стала едва ли не конечной, по крайней мере, такой краткосрочной, это отмена визового режима с Европой. И тут назывались конкретные четкие даты, видимо, была уверенность, что это все произойдет, но не происходит. Вот в чем дело, это наша, опять же, вина или это какие-то сложности уже стратегического масштаба во взаимоотношениях у нас с Европейским Союзом? Ну, первую половину года, я бы сказала, если мы оцениваем именно отрезок величиной в год, Украина несколько притормаживалась с теми, с выполнением своих обязательств для введения безвизового режима. Я хочу подчеркнуть еще важную позицию, безвизовый режим не является частью договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Он является неким бонусом, параллельным процессом, который, безусловно, связан с реализацией угоды соглашения об ассоциации, но, тем не менее, он не является ее составной частью. Украины были обязательства как в рамках соглашения, так и в рамках отдельных процедур, связанных именно с маркированием границ, с созданием нормальной документации образца биометрического паспорта. То есть тоже тут могут быть проблемы, потому что каждая страна может вводить очень разные документы. С гармонизацией трудового законодательства и так далее, и так далее. И можно сказать, что к концу уже 2016 года Украина свои обязательства выполнила. Однако у Европы есть не только Украина в окружении, и сейчас перед Брюсселем, именно перед Европейским Союзом, не перед отдельными странами, стал очень важный вопрос, как сделать схему безвизовых режимов, которые многие страны получали в разное время, более-менее одинаковым. Условно говоря, как таможени, которые находятся на украинопольской границе, или которые находятся на южной границе, на Балканах, смогут применять одинаковые процедуры для всех желающих посетить Европейский Союз с туристической целью. Я еще раз подчеркиваю, потому что многие считают, что безвиз это сразу полстраны уедет работать в Польшу, в Литву и так далее. Абсолютно нет, потому что это связано только с кратковременными поездками. Безвиз очень поможет вам, как журналистам, поможет нам, как ученым, поможет бизнесменам, которые вместо того, чтобы тратить время для получения визы, они смогут сесть и поехать, и на послезавтра назначить деловую встречу, чтобы через три дня вернуться. То есть это облегчит, прежде всего, этим категориям граждан и еще тем, у кого есть родственники за границей. О трудовых мигрантах речь не идет, и как раз вот эта, скажем так, задержка связана с тем, чтобы вся Европа, весь Европейский Союз по всем своим границам, по всем партнерам, с которыми есть безвизовый режим, унормировала эту процедуру, сделала ее единой для всех. Но, безусловно, наше общество и наши политики, наши граждане, они слишком украиноцентричны. Это хорошо, я думаю, для национального единства, но мы всегда воспринимаем любые действия и Евросоюза, и наших соседей сугубо на собственный счет, и считаем, что это только для того, чтобы помешать Украине. На самом деле это не совсем так, именно в этом вопросе. Будет определенная задержка, но, как опять же утверждает представительство ЕС, сейчас идет огромная работа, двусторонняя работа над этим, и сейчас вопрос во многом уже не от украинской стороны зависит, а зависит от той схемы, которая будет разработана именно Еврокомиссией. Вот еще с вашего разрешения два вопроса, которые касаются внешней политики, которые, на мой взгляд, по крайней мере, вряд ли, мягко говоря, можно отнести к победам, к достижениям, которые вполне, скажем, формулируют плохой тренд, переходящий уже и в следующий год, а возможно и в годы. Это вопрос взаимоотношений с Польшей, и там очень большие сложности по поводу нашего совместного прошлого и его трактовок, и это вопрос внезапно возникшей взаимоотношений с Израилем, хотя вроде бы как бы и не наш сосед, но тем не менее очень важный наш партнер, совершенно было непонятное голосование по поводу этой злосчастной резолюции. И вот что получается? То есть это не скоординированность, какая-то неумелость внешней политики, нехватка какого-то лоббирования в средах в этих государствах наших, скажем, представителей. В чем дело? Почему так произошло? Я бы здесь разделила эти вопросы. Я не склонна все списывать на некомпетентность украинских дипломатов. Все-таки наша страна имеет определенную дипломатическую историю, навыки, и можно говорить об определенной квалификации этих людей. Вопрос в том, что если мы берем Польшу, вы, кстати, недавно цитировали мэра Гданьска, на уровне общественных контактов отношения остались, мне кажется, неплохими. Вопрос в том, что сейчас в Польше, как в общем-то и в Украине, есть группа политиков, очень могущественная, влиятельная сейчас группа политиков, которые активно спекулируют на вопросах исторической памяти. И они используют это в публичной плоскости. Однако Украина должна понимать, что вопрос, скажем так, период легких братских отношений, когда Польша была таким проводником Украины в Евросоюз, он еще не закончен, потому что на уровне представительства в Европе я более чем уверена, что и Польша, и Литва, они видят себя такими определенными лоббистами в Украине. Это поднимает их статус среди других европейских государств. Но справляться с популизмом на уровне парламентариев нам надо учиться, безусловно. И, безусловно, подчеркивать необходимость новых связей, развития того, что уже есть. То есть на уровне местного самоуправления, на уровне культурных обменов, культурных связей эти отношения, к счастью, не ухудшились. Что до Израиля? Знаете, здесь очень сложно оценивать. Почему? Потому что очень разные мнения и со стороны дипломатов также. Одни, особенно аналитики, говорят о том, что так вот мы пытались выстроить отношения. Израиль действительно наш стратегический партнер. Однако я могу напомнить, что очень долгое время Израиль сотрудничал в большей степени с Российской Федерацией. И украинский вопрос был далеко не главным в израильской внешней политике. В последнее время появились некие подвижки, но говорить о полном переориентировании Израиля я бы не стала. И действительно, они ждали, израильские дипломаты, определенного поведения от Украины. Но, как по мне, подобное голосование могло бы создать достаточно опасный прецедент. Потому что здесь надо было разбираться конкретно в сути вопроса, не говорить о предательстве отношений как таковых. Но украинские дипломаты сейчас и учатся отстаивать свои интересы. Они всегда были в зонтичной тени или России, или сугубо голосовали так, как европейцы. Что, в общем-то, тоже и случилось на последнем заседании. Но я бы оценила подобное голосование Украины как ради установления партнерских отношений с одним государством, с которым пытаются наладить отношения, укрепить их. Ради этого можно было бы поставить под риск собственные национальные интересы. Поэтому перед дипломатами стоял непростой выбор. Его сделали. Давайте вернемся во внутреннюю политику и немножко заглянем в будущее, с Вашей позволения. Хотя будущее, конечно, опирается на уже прошлое. Субъективным мнением поделюсь. Мне кажется, что на протяжении всего прошлого года как минимум две парламентские силы, а за пределами парламента еще, наверное, пяток наберется как минимум, достаточно серьезно раскачивали ситуации в отношении перспективы досрочных, как минимум, парламентских выборов. И, опять же, как по мне, во многом они преуспели, потому что опросы общественного мнения показывают серьезную готовность людей прийти на такого рода выборы. Это очень много на самом-то деле. Насколько велика вероятность того, что эти силы или иные силы доведут, скажем, свою работу до конца, и в следующем году, либо весной, либо летом, либо осенью, такие выборы состоятся. Знаете, предсказывать стабильность в Украине – это очень неблагодарное занятие даже на уровне научных прогнозов. Тем не менее, действительно, риск украинскому парламентаризму есть, с одной стороны, но мы должны понимать, что сейчас фракции, точно так же, как и региональное управление, они концентрируются вокруг исполнительной власти, бюджетных процессов, того, что наши северные соседи называют «властная вертикаль». И с точки зрения политологии это можно назвать успехом, но Петру Алексеевичу удается пока ее контролировать, и наши, скажем так, региональные соотечественники пополняют администрацию президента. Мы можем оценивать, что это может быть достаточно такой, хоть не всегда транспарентный, но эффективный процесс. Поэтому я думаю, что пока будут прилагаться максимум усилий для того, чтобы парламентские внеочередные выборы не состоялись. К сожалению, некоторые другие мои коллеги, и я к этому склоняюсь, могут назвать такие методы немножечко кучмийскими, немножечко методами Януковича, но таковы, к сожалению, задачи у всех украинских президентов, пока не изменена конституционная система. Они пытаются контролировать парламент и исполнительную власть даже в условиях парламентской президентской республики. В основном с помощью бюджетных процессов, с помощью влияния на министерство и с помощью, безусловно, влияния на областные и районные администрации. Пока не произошла реформа децентрализации, кстати, понятно, почему она не происходит. Я думаю, что в выборах будет больше незаинтересованных субъектов, нежели заинтересованных. Ну, в общем-то, она-то происходит. Почему же не происходит? Есть и объединенные громады, есть и выборы, собственно, в этом году. Объединенные громады объединяются снизу. И как раз кабинет министров и областные администрации, то в их компетенции должны им оказываться действие. Но процесс объединения громад очень разноплановый по Украине, если мы возьмем ее в географическом ключе. Западная, Центральная Украина объединяются гораздо активнее, чем Восточная. Харьков здесь один из отстающих регионов. Еще, видимо, наши деятели местного самоуправления не видят тех возможностей. Но я абсолютно могу понять людей, которые живут в громадах под угрозой объединения, скажем так, или в перспективах объединения. Пока существуют районы администрации, которые обладают монопольным правом на коммунальное имущество, на землю, и, возможно, там могут быть некие конфликтные отношения. Люди будут бояться этого больше, нежели мифические гранты от Европейского Союза или средства от Министерства регионального строительства, которые обещаны. То есть те районы, органы, которые не препятствуют объединению громад, мы видим, что там гораздо более интенсивно это идет. Плюс еще, возможно, особенности политической культуры. У нас две минуты остается до конца программы. Я понимаю, что требовать и даже просить прогнозов в нашей ситуации занятия совершенно неблагодарны. Но, тем не менее, есть ли, на ваш взгляд, то, с чего мы начинали уже с прошлого, с трех событий, которые определили политическую жизнь, наиболее серьезно повлияли в этом году? Есть ли какие-то события, есть ли угрозы каких-то событий, которые могут определить, повлиять очень серьезно на 2017 год? Я думаю, что наибольшим испытанием для украинского общества и для украинской политики станет экономическая повестка дня и те более долгосрочные эффекты, которые связаны с повышением минимальной заработной платы и давлением на малый и средний бизнес. Следующее, что нас может ожидать в позитивном плане, это конституционная реформа и завершение хотя бы легальной структуры реформирования. Я искренне надеюсь, что в 2017 году мы сможем увидеть уже новый конституционно оформленный уровень как местного самоуправления, так и децентрализированной власти. И, конечно, очень бы хотелось, это не прогноз, это пожелание, чтобы наше гражданское общество, чтобы наши граждане, чтобы наши журналисты не выгорали и пытались быть ответственными за себя, за свою семью, за свое поведение в обществе и контролировали власти всех уровней. Что же, будем пытаться, никакого выгорания вроде бы пока нет, следим с большим интересом. Не поговорили сегодня разве что о коррупции, но что-то мне подсказывают, что мы в 2017 году еще о ней наговоримся, так или иначе, увы. Спасибо вам большое за то, что сегодня были гости наши студии, еще раз с наступающим вас праздником. Спасибо, что смотрели нас сегодня и всех с наступающим Новым Годом. Пусть он будет намного лучше и намного спокойнее, чем год 2016. До свидания, до встречи в Новом Году. Новым Годом. Новым Годом.